Привет, друзья! Сегодня у нас эксперимент, который не претендует ни на серьезность, ни уж тем более на объективность. Просто мне в голову пришла идея сравнить пленочную и цифровую камеру, а потом еще до кучи пришла идея, а давайте мы еще и со смартфоном это сравним. Разумеется, есть миллион входящих факторов, которые будут влиять на результат. Поэтому объективности здесь ожидать не приходится. Это можно воспринимать просто как забаву для меня, ну и я надеюсь в чем-то и для вас. Далее я довольно долго буду пытаться рассуждать о том, что, как и с чем я пытался сравнить. Поэтому тем, кому это не интересно, и он просто хочет посмотреть получившиеся фоточки, смело перематывайте в конец ролика, фоточки будут там, или переходите по тайм-коду. Начну с главного героя, устройство, подобное которому есть практически у всех. Это мой телефон OnePlus 7 2019 года выпуска. На тот момент аппарат был близок к флагманам, и на нем установлена довольно вменяемая камера, которая обеспечивает достаточно неплохое качество картинки. Здесь нет модуля из 5 камер, поэтому подогнать фокус на расстояние я, к сожалению, не смог. Приходилось пользоваться тем, что есть. Здесь достаточно широкоугольная камера, которая примерно соответствует 28 мм в эквиваленте 35 мм пленки. Поскольку на пленке я снимаю в основном с классическими полтинниками, то и плясал я именно от этого. Поэтому для того, чтобы на смартфоне обеспечить схожую по кадрированию картинку, было два варианта. Либо подходить ближе к объекту, но тогда кадрирование сильно менялось, появлялись геометрические искажения, и объекты вдали меняли свою форму. Второй вариант это снимать с той же точки, а потом уже в редакторе вырезать кусок кадра, эквивалентный тому, что получалось на фотоаппаратах. Либо сразу делать цифровое увеличение, что в принципе давало ту же самую картину. Я выбрал вариант с вырезанием куска кадра на постобработке. Это, конечно, имеет определенные последствия. Во-первых, сильно страдает детализация. Во-вторых, поскольку мы снимаем на широкий угол, то картинка получается достаточно плоская. И глубина резкости, разумеется, здесь практически по всему полю кадра. То есть ни о каком размытии речи не идет. Но, тем не менее, это все равно позволяет получить представление о том, какие цвета дает смартфон, и какую более-менее примерную детализацию. И в сравнении с фотоаппаратами, честно скажу, тут все очевидно. Выводы делать я не буду. Мы вполне все в состоянии сделать их сами. Да, можно сказать, что смартфон старый, и камера у него не самая топовая. Но, ребята, признаемся честно, большинство из нас снимает примерно на такие. Процент тех, у кого iPhone 28 Pro и Google Pixel 76 достаточно небольшой. Да и у них, несмотря на все алгоритмы и продвижение в период мобильной фотографии в смартфонах, все не так уж и радужно. Что касается фототехники, то здесь все еще более древнее. Для того, чтобы как-то уравнять шансы, более-менее приблизительно, я снимал примерно похожими по геометрии устройствами. В качестве цифрового фотоаппарата выступал не вот этот Samsung, который здесь стоит просто для антуража, потому что весь обзор пишется как раз на эту камеру, а достаточно древняя уже на сегодняшний день беззеркалка Sony A7 первого поколения. Размер сенсора, который соответствует обычному пленочному кадру, и объективы я использовал одинаковые. Вот этот, Юпитер 8. Здесь на пленочной камере тоже установлен Юпитер 8М, оптический, абсолютно идентичный вот этому. Таким образом, по кадрированию и оптическим эффектам мы получаем весьма схожую картинку. Отличие только в том материале, который воспринимает свет. На пленку я снимал на вот такой Илфорд 100. Он был просрочен достаточно сильно, поэтому кадры получились со своеобразными артефактами. В качестве пленочного фотоаппарата я выбрал вот этот KF-4, а если не ошибаюсь, так он называется, версия без экспонометра. По следующим причинам. Во-первых, здесь установлены одинаковые объективы. Во-вторых, он обеспечивает выдержку до 1250, что дает при съемке определенную гикость. Ну и в-третьих, такой фотоаппарат достаточно компактный и даже легко помещается в карман куртки. Поэтому у меня на ремне висел цифровой фотоаппарат, затем я из кармана доставал пленочный, затем убирал его в карман обратно и доставал из другого кармана смартфон. Все снимал с одной точки. Примерно. Насколько это было возможно. Поскольку в качестве модели выступал мой сын, которому постоять на месте несколько секунд составляет большие сложности и который уже довольно сильно устал от всех этих фотоувлечений отца. Экспозиции я тоже старался подогнать все в одинаковые условия. В целом это удавалось, потому что была достаточно пасмурная погода и диапазон выдержек до 1250 мне вполне хватало. В паре мест мне потребовалась большая выдержка. Для этих случаев я использовал вот такой ND-фильтр, который давал на два стопа меньше цвета. На этом с пояснениями все. Смотрим фото. Напоминаю, что пленочные фотоаппараты, объективы и фотопринадлежности вы можете приобрести у меня по ссылке на профиль Авито, который будет приведен в описании. Всем хороших кадров и пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok